Привет, Владимир. Привет, Константин. Ты у нас один из победителей тренинга-директологов второго пакетока, точнее, ты у нас победитель второго тренинга-директологов. Ты у нас тот человек, который получил iPad mini, правильно? Не помню уж какой, первый там, второй он был. Ну, скажи, пожалуйста, как так получилось, что ты записался на тренинг-директологов? Что тебя побудило? Слушай, ну, как бы история-то началась достаточно, наверное, прозаичной, как у многих. Первоначально я прошел на курс МН, там дали задачу сделать за неделю тысячи заходов, еще чего-то. Я немного, в тот момент уже чуть-чуть разбирался в контексте, был уже небольшой опыт. Я за неделю сделал три тысячи, а на тот момент, не понимая, там использовал технологию холодной, косвенной и так далее и тому подобное. То есть я достаточно быстро настроил рекламу и получил у меня тогда был интернет-магазин бытовой техники. Пуществовал достаточно огромное количество лидов, где они в состоянии было переработать, чтобы выключить рекламу и так далее. Дальше начал разбираться, был просто интересный, и ко мне начали поступать запросы. Помоги настроить, помоги сделать одно, помоги сделать второе. Каким-то образом, не зная как, я увидел твои видео в интернете, да, потом у тебя были как раз серии бесплатных мастер-классов. И на одной серии бесплатных мастер-классов мне очень понравилось, ты давал прям пошагово. Так, сделай раз, на бесплатном. Сделай раз, сделай два, сделай три, сделай четыре, сделай пять. Мне в принципе тогда уже было и этого достаточно, да, там я там понял, как делается шаблон, понял, как там загружается, как можно быстро там за два часа сделать рекламную кампанию, тысячу ключей загрузить, отминусовать, приплюсовать. Ну, решил прям вот вовнутрь туда глубоко-глубоко разобраться, и плюс была, наверное, мысль, идея, может быть, попробовать себя с точки зрения маркетингового агентства. Чуть попозже расскажу, с этой мыслью расстался. Пошел туда еще для того, чтобы узнать более подробнее про learning page, как строится, почему строится, зачем строится, и Google AdWords. Ну, а дальше все было очень просто, мне было просто все время очень интересно. Если ты помнишь, ну, я, наверное, засыпал тебя в, там, как только у нас был вебинар, там, 10-15 вопросов точно я помню были от меня, потому что я до этого сидел и прям выписывал. Ты не отвечал, я их повторно тебе задавал, до тех пор, пока ты все-таки на них не отвечал. И тем самым я, ну, сколько он шел там, полтора или два месяца, да, этот курс шел? Да. Полтора или два месяца этот курс шел, я за этот курс, ко мне пришли еще каким-то образом, по непонятной сарафанке еще пришли клиенты, я этот курс отбил, раз. Второй, я помню, я получил от тебя клиента, это два, я помог его менеджерам понять, что такое контекстная реклама и начать настраивать, там, с пакетами что-то было связано или еще что-то. Чтобы ты понимаешь, это до сих пор там твой клиент. Ну и дальше, 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 все больше, больше и больше. В принципе, я контекстную рекламу активно применяю непосредственно в своих бизнесах. Ну, то есть, да, что это мне дало, да, я точно понимаю, как это надо делать, зачем это надо делать, как надо настроить. Да, после этого я проходил там другие курсы все время, что-то читаем, постоянно тебя смотрим. Окей. Тогда следующий вопрос, так как ты у нас попал в мастер-группу, расскажи, как тебе в самой мастер-группе, ну, это как группа ВКонтакте считается, но, тем не менее, там довольно живая атмосфера, и ты один из довольно активных участников. Ну, я бы, наверное, сказал, что я один из активных пользователей, да, даже не больше, чем участников, а больше, чем пользователей. Как только возникает вопрос, я пишу, насколько понимаю, там, иногда там мои вопросы бывают достаточно очень каверзные. Экстравагантные. Да, либо экстравагантные, иногда достаточно очень простые. И перед тем, как, ну, задать вопрос, ну, я пытаюсь там взять, прочитать там хотя бы две страницы, понять, может быть, там этот вопрос уже был, он уже задавался, на него есть уже ответ. И на часть вопросов я получал ответ, и не надо было ничего задавать, потому что ребята очень активно там прямо, скажем так, описывают, что у них получается, что не получается, кто что делает, кто что попробовал, у кого какие фишки работают. Ну, скажем так, я в нужный момент захожу, черпая оттуда информацию, ну, как бы раз, и опять ушел. Опять что-то появилось, опять захожу, опять ушел. Не зная почему, было бы очень здорово, вот, может быть, у меня что-то с настройками было бы очень здорово, если бы новые публикации публиковались, ну, то есть, я мог видеть в ленте. Ну, то есть, не знаю, может быть, что-то у меня с настройками. Ну, обычно публикуются они все в ленте, да. Да, я вот почему-то в ленте не вижу, и вот этого мне немного не хватает, если, ну, скажем так, надо посидеть, покопаться, может быть, надо поднастроить, чтобы это было в ленте, как бы для себя. В общем, группа себя оправдывает. По 100%. Супер. Тогда, ну, последние, наверное, два каверзных вопроса, которые я тебе задам. Первый – это кому бы ты порекомендовал все-таки тренинг директологов? Ну, и зная, что ты идешь на следующий, десятый поток тренинга директологов, что ты ждешь от тренинга директологов десятого потока? Первое – кому бы порекомендовал? Ну, есть, наверное, два типа людей, кому бы я порекомендовал. Первое – это кто реально хочет достаточно быстро разобраться, как делать контекстную рекламу, при том, что будет минимум воды. Есть другие, да, безусловно, там очень хорошие курсы, еще чего-то. Но там воды больше 50%. Если человек не подготовлен, то приходит, он иногда не может вытащить вот самые изюминки, вот самые штуны. Что мне там в прошлый раз понравилось, то, что прямо конкретно, четко, понятно. Главное – делай, что непонятно, задавай вопросы. Не ответили – задавай еще раз вопросы, получай ответы, дальше делай, пробуй, не должно. Это первое. Второе, наверное, для руководителей. Ну, то есть, все-таки два типа, да. Если они хотят понять, как работать с контекстной рекламой, да, они не могут делать, но они поймут самые азы, и как минимум они будут понимать, что спрашивать. А то бывает так, что да, мне нужна контекстная реклама, окей, я закажу, а в чем разница заказать контекстную рекламу на фрилансе за 1000 рублей или отдать за контекстную рекламу от 15 тысяч, более-менее там самую простенькую, в зависимости от, скажем так, амбиции, да, тот, кто это делает. Потому что у человека могут быть маленькие, ну, небольшие амбиции, и он хорошо сделал за 15 тысяч рублей. Как оценить, какую задачу ему поставить, что сделать так же или посмотреть, правильно он сделал, неправильно он сделал, в ту сторону он двигается, не в ту сторону он двигается. Вот точно это было бы очень полезно. Ну, то есть, в принципе, для двух категорий. Первый – я хочу разобраться в контекстной рекламе и, возможно, открыть маркетинговый агентство или стать свободным директологом. И второе – для руководителя, для того, чтобы понимать, какие задачи ставить и как анализировать. Ищу быть правильные места у директологов. А, да, 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 там многое что можно еще быть. Я понял. А тогда последний вопрос – это все-таки, что ты ждешь от десятого потока? Вот ты же ждешь каких-то новшеств, каких ждешь? Ну, безусловно, я немного, то есть, тех знаний, которые у меня есть, мне их хватает, там, с головой для того, чтобы вести собственные бизнесы или поставить задачу директологам, там, сбор, там, семантики, еще чего-то, еще чего-то. Но, наверное, что жду? До конца разобраться с Яндекс.Аудиториями? Потому что это новая, достаточно интересная штука. Второе – новые веяния в посадочных страницах и привлечения и конверсии трафика на посадочных страницах или сайтах. И третий – Google AdWords. Я его знаю, но не очень сильно, а вообще-то надо было бы очень хорошо в нем разобраться. А, ну, наверное, четвертое и пятое – это, ну, как бы взять сеть и разобраться по-нормальному. Ну, с Google Analytics и с Яндекс.Метрикой, потому что, например, я сейчас настолько уже облинился, что я не пользуюсь каким-то другим, я пользуюсь спазной на нем. Ну, скажем так, ну, пускай моменты, которые были полезны. Ну, пускай, потому что, ну, до конца не разобрался там, что-то поменялось, а я… Мне важна конверсия, стоимость льда, откуда пришло, ну, то есть, ну, другие вещи. Главное пропускает еще какой-то пласт и трачу деньги в пустую. Некие срезы, сегментации и прочее. Да, да. Окей. Спасибо, Владимир. Но у меня тогда еще в конце тоже маленький вопрос сказал по поводу маркетингового агентства, и сказал, что решил отказаться от этой мысли. И очень интересно послушать, почему, потому что многие люди как раз грезят о том, что надо открыть маркетинговое агентство, я стану миллионером, а ты как-то отошел от этой мысли. Я не совсем отошел до конца от этой мысли, да, а эта мысль у меня немножко, наверное, отодвинута чуть-чуть вперед или чуть-чуть назад, потому что я помню, даже в прошлом году я с тобой связывался и хотел взять у тебя коуч по открытию. Не хватило просто физически времени, но то есть вопрос выставления приоритетов. Да, на тот момент я пробовал себя, собрал все возможные шишки, ошибки, включая настройку Яндекс.Директ на Яндексе и тому подобное, там слил какое-то количество денег, еще чего-то, еще чего-то. Но есть просто приоритеты, да, и я отдал себе приоритет немножко в другом, потому что если заниматься контекстной рекламой, тогда надо брать. Ну, то есть не бывает такого, что, о, отлично, я сейчас сделаю Windows, я запущу туда трафик, ну, я найму кого-то, они что-то там сделают, и они пойдут деньги. Ну, такого, ну, вот, ну, я просто не видел таких бизнесов. В 2016 году такого уже нет. Может быть, это было в 2012 году еще, когда-то, да, то в 2016, да и в 2014 такого уже не было, потому что этим надо заниматься, заниматься серьезно, а заниматься побочно не получится, не получится. То есть, соответственно, я к этому, вероятнее всего, приду. Ну, вот вопрос, когда, в следующем году или не приду совсем. Ну, для меня более важно, нельзя сейчас управлять бизнесом и заниматься бизнесом, не разбираясь в маркетинге. Я понял. Это вот самая главная мысль, которую я как раз хотел услышать. Спасибо большое. На тренинге. Спасибо.